Изменение климата, уменьшение влажности воздуха и почвы, загрязнение водоемов и атмосферы, антисанитарное состояние территории, некачественная питьевая вода, а также сокращение зеленых зон – это далеко не все проблемы, с которыми человек сталкивается из-за своего отношения к окружающей среде. Для того, чтобы поднимать и сообща решать экологические вопросы, которые касаются каждого, при Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды создан общественный координационный экологический центр, куда вошли государственные органы региона, общественные объединения, а также подведомственные инспекции. Сегодня мы собрались, чтобы скоординировать свою работу в части природоохранной деятельности на этот год. У комитета большой опыт, мы шляем государственную политику в области охраны окружающей среды, поэтому, с учетом всех вызовов и угроз, которые существуют у нас, в частности, в Брестской области, с учетом изменения климата, мы сегодня обсудили конкретные планы действий. В прошлом году Комитет природных ресурсов стал инициатором множества мероприятий, творческих конкурсов и акций, направленных на сохранение и защиту природных ресурсов. Одними из наиболее успешных стали экологические проекты на территории Жабенковского района. Участникам совета было предложено заранее подготовить презентацию потенциальных экологических проектов, которые могут быть реализованы в 2023 году. Мы реставрировали 20 лет назад царь дуб пожежинский и постоянно его поддерживаем. Лесничество нас поддерживает, там было устроено территорию, площадку. И мы два года проводили фестиваль «850-летие дуба». И в этом году мы хотим его расширить рамки, и чтобы мы энтузиасты экологической жизни там собрались. Республика Беларусь – это наш большой дом. Поэтому забота об окружающей среде – это то, что касается каждого, и должно быть неотъемлемой частью жизни. Успешность реализованных проектов доказывает, что для их воплощения не всегда требуются значительные финансовые затраты. Главное – желание сделать вклад в общее важное дело.